Привет дорогие мои друзья! Каждый из вас знает о существовании оптоволоконного кабеля. Оптоволокно широко используется провайдерами связи, сотовыми операторами для передачи информации на дальние расстояния. Вместо электрического сигнала по кабелю идет световой, а это значит, что он совсем не боится разрядов молнии. По волокну толщиной с волос информация передается быстрее, чем по кабелю витая пара. Драгоценных металлов такой кабель не содержит и в производстве дешевле, чем медный. Но если все так хорошо, почему же мы с вами в сетевую карту компьютера подключаем медный кабель, а не оптоволоконный? На самом деле есть несколько причин и главным минусом считается сложность в монтаже. Соединять жилку толщиной с волос нужно при помощи специальных сварочных аппаратов, на которые вы сейчас смотрите. Такие аппараты стоят недешево и для того, чтобы сделать 2-3 соединения, покупать вы такой себе не будете. Ну и еще минус, этот кабель в отличие от меди нельзя сильно перегибать, иначе стеклянная жилка может сломаться. Посмотрим видео процесса сварки на странице одного из продавцов. Оптоволокно укладывается в скалыватель, где делается ровный скол кабеля. Это обязательно, потому что если жилку просто обломить, скол будет неровный, соответственно сварить кабель не получится. Ровно сколотое волокно укладывается в сварочник, где запускается процесс сварки. Получившееся соединение очень хрупкое, оно дополнительно усиливается специальной термоусадочной трубкой. Как вы понимаете из увиденного, вся сложность в том, чтобы приварить к оптоволоконному кабелю оптический патчкорд с коннектором на конце. В этом видео, как вы уже догадались, мы будем использовать оптоволокно в быту, без всяких там дорогостоящих сварочных аппаратов. Тут 2 патчкорда с SC разъемами на концах. Патчкорд мы разрежем и получим 4 оконцовки. Оптические коннекторы также бывают разных типов. Самые распространенные ST-коннектор, SC-коннектор, LC-коннектор, FC-коннектор и другие. На всякий случай прикупил парочку оптических кроссов. Они тоже бывают разные. Есть большие стоечные, есть маленькие. Кросс это коробочка, в которой выполняется разъемное соединение. Туда заводится кабель, внутри коробочки выполняется сварка и к кроссу подключается патчкорд. Но в этом видео мы с вами их использовать не будем, сделаем все напрямую. Чтобы использовать разваренную оптическую линию, с обеих сторон оптоволокна необходимо установить медиаконвертер. Тут тоже ничего сложного. Это устройство, преобразующее оптический сигнал в электрический и обратно. Данный медиаконвертер работает на одной оптоволоконной линии. То есть она используется и на прием, и на передачу. Бывают медиаконвертеры, где оптических кабеля подключается два. Соответственно один на прием, другой на передачу. В нашем случае прием и передача будут осуществляться только по одному кабелю. А значит медиаконвертер понадобится типа А и типа Б. Сейчас мы смотрим на медиаконвертер типа Б. А в другой коробке у нас находится тип А. То есть попросту говоря Ашный и Бшный медик. Ашный медик использует длину волны 1550 нанометров на прием и 1310 нанометров на передачу. Тип Б наоборот. 1310 нанометров на прием и 1550 нанометров на передачу. То есть кроссовое соединение, где TX подключается к RX, а RX к TX. Также есть медики, которые используют два волокна для работы. Одно волокно на прием, другое на передачу. По типам они не разделяются, просто подключаются на другом конце линии наоборот. Чтобы было кроссовое соединение. Также медиаконвертеры бывают под SFP модуль. Нам с вами абсолютно бесполезные, но для провайдера удобные. Например, гигабитный SFP модуль можно вытащить и для расширения вставить 10 гигабитный, не меняя при этом сам конвертер. Сварочник для соединения оптоволокна мы покупать не будем, но вот что нам точно понадобится, так это оптический стриппер. Инструмент предназначенный для зачистки оптоволокна. Изоляцию-то мы снять можем любыми кусачками, а вот само оптоволокно зачистить ничем, к сожалению, не получится. У нас цена на этот стриппер в городе варьируется от 4 до 5 тысяч рублей. На Алиэкспресс можно приобрести за 600-800. Снимаем изоляцию с оптического кабеля, убираем тканную оплетку. Теперь еще раз снимаем изоляцию. На самом деле стриппер нужен не для этого. Стриппер нужен для того, чтобы снять лак с самой оптоволоконной жилки. Диаметр волокна 0,25 мм. Сняли лак и вот таким вот движением проверяем волокно на целостность. То есть если оно не повреждено, оно не переломится. Соответственно, если отвалилось, значит зачищаем заново. Волокно зачистили, теперь его обязательно нужно обработать изопропанолом. Можно прикупить в виде жидкости, а можно в виде влажных салфеток. Необходимо парочку раз провести салфеткой вдоль волокна, чтобы очистить от излишков лака. Также нам с вами понадобится скалыватель. Стоит примерно 1000 рублей, может чуть больше, но лучше всего инструмент для зачистки и подготовки оптики покупать комплектом. И на нормальный, ссылочку я вам оставлю в описании под этим видео. Зачищать будем на расстояние сантиметр. Укладываем оптоволокно, закрываем крышечку и еще одну крышечку и нажимаем кнопку на скалывателе. Все, оптоволокно сколото, очень просто. Важно быть осторожным с отсеченным осколком волокна, не воткнуть его себе в палец. Достать самостоятельно будет практически невозможно. Ну и для того, чтобы не использовать сварочный аппарат, нам с вами понадобится механический соединитель. Стоит такая штука недорого. С обеих сторон в него засовываем зачищенный и сколотый оптический кабель. Делать это нужно очень осторожно. Кабель засовывается прямо до конца, до упора. С обеих сторон фиксируется металлическими пластинками. Ну а после зажим-фиксатор опускается. Сейчас на видео я делал это первый раз в жизни и с первого раза соединение получилось. Оно действительно заработало, но я его разобрал, потому что соединитель многоразовый и приступил к протяжке оптики. В прошлом видео мы с вами подключали LTE точку доступа микротик временно витой парой, торчащей из окна. Она конечно же меня не особо устраивает, поэтому я решил все переделать. Вот тут в опорной стенке находится электрический щиток. Из щитка идет закладная труба в электрощиток расположенный в доме. Как вы знаете, осуществлять протяжку витой пары в одной трубе с электрическим кабелем нельзя. Ну а слаботочных закладных в этот щиток я к сожалению не предусмотрел. Поэтому протянем туда оптику, ведь она не содержит токопроводящих жил. Для протяжки оптики в трубу понадобится УЗК, устройство затяжки кабеля. Стеклопруток ловим в электрическом щитке, подматываем к нему изолентой оптику. Это соединение можно обработать жидким мылом, будет лучше тянуться. И затягиваем в кабель канал. Теперь аналогичным образом протянем по закладной гофре витую пару. Когда заливали опорную стенку, на всякий случай заложил в нее гофру. Вон там у забора она выходит. Как знал, что пригодится и ведь на самом деле пригодилась. Внутри щитка установим блоки питания под ДИН рейку. Один на 24 вольта будет питать антенну микротик. А второй на 5 вольт для питания медиаконвертера. Все в тепле подготавливаем, собираем. Подключаем 220 на блоки питания. Штатные адаптеры отрезаем. Ну и разъемы один на медиаконвертер от 5 вольтового блока. 24 вольтового напоя адаптер микротик. Конечно в щиток можно было запихать и штатные адаптеры. Но лишний фарш мне там ни к чему. Устанавливаем электрическую часть. Запихиваем все это в щиток. Теперь все манипуляции с оптикой, которые я показывал вам в тепле, нужно проделать на холоде. Обратите внимание, у нас заюзано только одно волокно из четырех. То есть в будущем сюда можно будет разварить еще несколько линий для разных целей. В этом щитке, кстати, мы еще приберемся. Я заказал сюда несколько приблуд с Алиэкспресс. Но об этом будет отдельное видео. Работы в электрощитке закончены. Его можно закрыть. Перемещаемся в дом, подаем питание. Свет горит, а также отображается индикатор уровня сигнала на антенне микротик. Процесс монтажа антенны на телескопическую алюминиевую трубостойку я оставлю за кадром. Как видите, на улице уже стемнело. Но я смог, сделал это, установил и направил антенну на базовую станцию. Теперь вместо трех делений, как это было у нас в прошлом видео, на антенне отображаются четыре. Теперь антенна у нас запитана из уличного электрощитка. В этом же щитке установлен медиаконвертер. К нему антенна подключена, а в дом заходит оптическая линия. И даже если молния ударит прямо в эту антенну, с оборудованием, установленным в доме, ничего не произойдет. Высота точки доступа микротик от земли примерно 5 метров. Внутри дома из электрощитка оптику также по закладной гофре поднял на чердак. Соответственно, там проложил ее до еще одного места затяжки обратно в дом. В этом месте будет располагаться серверная. Все интернет-розетки сюда приходят из дома. И есть еще одна закладная гофра, которая опять же идет на чердак прямо из розетки. По ней затянул оптический патчкорд на чердак, ведь в подрозетнике мало места для механического соединителя. И на чердаке произвел механическое соединение патчкорда и основного кабеля. Использовал тут коннектор резьбового типа, и вот этот соединитель хочу установить прямо в корпус интернет-розетки. То есть вместо одной интернет-розетки будет заглушка, а из нее торчать оптический коннектор. Может сделаю в дальнейшем какую-нибудь мини-серверную стоечку, туда установим оборудование, которое я вам покажу в дальнейших видео. Как я уже говорил, будет организован мультиван. Видеонаблюдение также можно организовать по оптике, ведь для подключения большого количества камер достаточно одного волоска. Ну и конечно же оптический пояс свитч, куда этот волосок будет подключаться. Ссылку на него оставлю в описании под этим видео. Оптические линии это довольно интересная штука, ведь они обезопасят ваше оборудование от грозы. Я надеюсь видос для вас был полезен, если это так ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан. С вами был Александр, добра вам всем, удачи, позитива, хорошего настроения. Пока-пока.